Минувший год благодаря инвестиционным проектам принес 8,5 миллиардов рублей налоговых отчислений в бюджет региона. Было создано 1300 дополнительных рабочих мест. Регион победил в отборе субъектов России на получение господдержки, на возмещение затрат, на создание инфраструктуры индустриального парка Заволжье и получил полмиллиарда федеральных субсидий. В эксплуатацию введены 14 инвестсубъектов. Полторы тысячи рабочих мест создано, 10,5 миллиардов объем инвестиций. Это завод на нижней террасе компании «Арбун». Вторая, третья часть проекта введена в эксплуатацию. В Чердоклинском районе у нас еще есть сельхозпроект. И в Заволжье новый завод компании «Легран». Восемь компаний вышли на строительную площадку в этом году. Объем инвестиций порядка 10 миллиардов рублей. В планах на этот год не снижать планку, а только поднимать. Упор сделают на российские компании. Будут развивать импортозамещение. То, как трудности способствуют развитию, на заседании Совета заметил глава региона Алексей Русских. 2022 год оказался очень непростым для экономики России и нашего региона в частности. Жесткие санкции сказались почти на всех отраслях промышленности. Из региона ушли некоторые зарубежные инвесторы. Под угрозой оказалась работа ряда предприятий. В довольно сложных условиях нам удалось адаптироваться к новой реальности, приостановить ход негативных тенденций и воспользоваться ограничениями, как трамплином для новых возможностей. Ульяновская область активно развивает межрегиональное и международное сотрудничество. Тесное взаимодействие у города на Волге 41 страной ближнего и дальнего зарубежья. Очень важным для местного бизнеса стал прямой регулярный контейнерный поезд из Китая. В течение 2022 года заключены соглашения о сотрудничестве с правительством провинции Казвин, Исламской республики Иран, с некоммерческим партнерством Индийский бизнес-альянс, с Южноафриканской молодежной ассоциацией БРИКС и другими. Важной частью на совещании стало подписание соглашения о реализации на территории Ульяновской области двух новых инвестиционных проектов российских компаний. Теперь в регионе появится предприятие по созданию машин для горизонтального направленного бурения и предприятие по производству изделий из стеклопластика. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.